14 сентября в Мариуполе в ДК имени Карла Маркса по инициативе директора по персоналу и социальным вопросам медкомбината имени Ильича Вадима Бойченко состоялась встреча с общественниками города, на которой обсуждалось создание фонда развития Мариуполя. Я хочу, еще раз подчеркиваю, я лично, если поддерживают, конечно, горожане, если они скажут «да» фонду развития Мариуполя, чтобы объединили все, подчеркиваю, все неравнодушные жители города Мариуполя, которые искренне переживают за этот город, которые являются искренними патриотами своего города, которые скажут «да» развитию города. И в рамках этого фонда мы будем делать все, чтобы наш город шаг за шагом становился лучше. Сегодня крупный бизнес входит в эту историю, сегодня крупный бизнес поддержал эту инициативу, поддержал один завод, поддержал другой завод, поддержал Митинвест. С такой крупной поддержкой, с таким именем, я уверен, мы сможем привлекать сюда и международные станции, и международные инвестиции. Сама инициатива впервые была озвучена на совместной пресс-конференции Митинвеста с оппозиционным блоком и поддержана депутатами этой политической силы. При этом риторика Бойченко полностью совпадает с лозунгом, под которым оппозиционный блок начал общественную кампанию в преддверии местных выборов и плакатами этой политической силы, которыми увешан весь Мариуполь. Это стало одним из поводов для критики данной инициативы. Некоторые общественники считают, что фонд развития Мариуполя создают специально под выборы, а сам Бойченко будет баллотироваться в мэры от оппозиционного блока. Об этом многие представители общественных организаций писали в фейсбуке, а некоторые заявили во время встречи. Отличный предвыборный пиар, который прозвучал, потом там разложено все, ну то есть все в принципе неплохо, но ровно до того момента, если у человека нету совершенно памяти, как происходит и что вообще происходит. Я хочу напомнить, что компания Митинвест в этом городе имеет монополию власти уже достаточно давно. Она измеряется и решением участия в городском совете, и в исполкоме. Вы говорите, что вы сейчас, я так понимаю, планируете идти мэром, ну вы не приняли решение, но ситуация такая. Что, во что это реально может вылиться? Вы что, думаете мы здесь не за то, чтобы в городе было все хорошо? Да, не вопрос, но вопрос, вопрос монополии. Что это конкретно? Предложения ваши какие? Предложения какие? Если вы хотите реально, то есть мы совершенно не против того, чтобы представители заводов принимали реальное участие в жизни города. Но не видим монополии, может и 200 тысяч человек, но не видим монополии. Потому что мы прекрасно знаем, чем заканчивается любая монополия. Когда полностью, хорошо, придут полностью все представители завода. Окей, завод против себя будет принимать решение, если это решение касается тоже выполнения экологических программ или чего-либо остального? Нет, мы все это прекрасно понимаем. Вы говорите, что свалка. Однозначно, свалка вообще серьезнейшая тема. Вопрос, вернемся к шлаковой горе. Вы вопрос конкретно к свалке поднимали или нет? Мы вопрос поднимали к свалке? Мы вопрос поднимали к свалке. Конструктив? Да. Ну, предлагаем решить вопрос к шлаковой горой. Если компания Мединвест считает, что у нее были желающие в свое время покупать этот шлак, но посчитает, что слишком дешево. Давайте вообще раздадим этот шлак. Мы его бесплатно готовы раздавать. Бесплатно готовы раздавать. После неоднократно заданных вопросов о грядущих местных выборах и участия в них, как кандидата от оппозиционного блока на пост мэра, Боченко сказал. Если пойдете в команде оппозиционного блока, вы же не пойдете один, я не пойду в команду оппозиционного блока, я всегда же пойду, отвечаю на вопрос прямо. Сам Бойченко, как и представители оппозиционного блока, данную информацию пока не подтверждают и не опровергают. Зато подконтрольные компании Рината Ахметова СМИ именно перед выборами стали активно освещать деятельность Бойченко. Работники предприятий компании Митинвест на встрече без критики выражали поддержку инициативы Вадима Сергеевича. Из представителей общественных организаций политических партий присутствовали члены городской ячейки политической партии Батькивщина, организации «Будущее при Азовье» и партии «Сила людей». Они участвовали в обсуждении, задавая неудобные вопросы. «Сразу по ЖРК. А те машины, которые сейчас по Карлу Литвинца, ЖРК для Ильича и Азовстали ездят и с перегрузами, это тоже как бы садобрение?» «А вы их взвешиваете?» «Ну, есть информация такая». «А кого есть?» «Давайте проверим». «Вы их взвешиваем, что они с перегрузами?» «А теперь рассказывают о ЖРЭСе, который мы действительно, это правда, мы возим, это действительно правда. Мы взяли подрядчика, который зерновозный, который, знаете, что каждая щелочка заделана, чтобы все бы то не просыпалось. И оно ездит, действительно ездит. Почему оно ездит? Потому что, чтобы хоть чуть-чуть с коленей поднять наши металлургические предприятия, которые реально стояли с проблемой. Вот этот взорванный мост декабря. Мы пошли и восстановили, да, промежуточную ветку, да, мы ее сделали. Но она сегодня не решает тот спектр проблем, которые есть перед Вортом». «Хотел бы задать, из шлака можно делать бетон? А из бетона делают дороги? Может депутат Магера предложить на заседании горсовета делать, как в Америке, например, очень удешевляет бетонные дороги? Это решит проблему дорогу? «Сегодняшняя ваша предвыборная компания, она построена, ну можно ее в принципе называть, ничего плохого нет в этом. Построена на критике городской власти. Нет, абсолютно нет». «Это хорошо он нам рассказывает». «Я говорю о проблемах, которые…» «Вы озвучиваете те проблемы, которые сегодня не решаются городской властью, правильно?» «Абсолютно нет». «Очень маленькая цифра, так, ну я даже удивлен, 8 депутатов всего от Метинвеста». «Правда». «Правда, очень мало действующих депутатов». «Действующих депутатов, а застали кандидатами». «Хорошо, а давайте по-другому чуть поставим вопрос. Наши депутаты, все, за исключением, сегодня присутствие ущербных депутатов, ну их сегодня язык мало, у вас один человек в позиции, один, понимаете? А остальные все депутаты, помимо того, что они не являются сотрудниками Метинвеста, но при этом они являются членами партии, вероятнее всего, от которой вы будете баллотироваться в МЭД». «Спасибо. Правильно? Нет, 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 я сразу еще два скажу. Вопрос номер два. Я вам его задавал в фейсбуке, к сожалению, ответ не услышал. Вот сегодня… Я понимаю, да. Вот сегодня вы пригласили, тут сидит в зале 4-5 человек, которые как бы, ну, вами с вами ведут полемику, остальные, я так понимаю, все за. Вот после, в случае вашей победы, вы готовы пригласить всех этих людей еще раз? Первое. Если говорить о… Вот иду я на выбор Лены. Если честно, надо задать моей жене вопрос. Придите, я могу познакомиться с моей супругой, зовут ее Галина. Придите, спросите, готовы ли я отпустить на эту историю? Я еще не принял решение, для себя не принял. Еще, если говорить о партии, это тоже… Идет спекуляции много на этой теме. Я, честно, сегодня не разделяю ни одни идеологические взгляды ни одной партии. Это правда. Может, сейчас кто-то обидится, кто-то хотел поиграть на этой теме. И это правда. Сегодня ни одна партия не сделала мне предложение, чтобы меня выдвинуть куда-то, как мэра. И сегодня я лично еще не принял решение, но я готов утвердительно вам сказать, что вот эта идея, которую я сегодня к ней пришел, а пришел, я объясню почему. Потому что мы действительно не вправе уже самостоятельно решать такой спектр проблем. Это просто, ну, действительно будет преступлением, если мы останемся сами с этими проблемами. И начнем просто людям отказывать. То есть будут выборы, не будут выборы. Этот фонд будет работать, я вам обещаю. Процесс выдвижения кандидатов в депутаты местных советов на должности сельских и поселковых председателей, а также мэров городов начнется только 21 сентября, а регистрация будет осуществляться до 1 октября. Напомним, в Мариуполе выборы мэра пройдут в два тура и состоятся 25 октября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok